Инициаторы акции «Дороги славы. Наша история» эстрадный вокальный ансамбль «Успех» и региональный благотворительный фонд «Ростов-на-Дону. Будущее Отечество» акция проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Во время автопробега делегация из 35 человек посетила 12 городов-героев и городов воинской славы. В каждом были проведены митинги в памятных местах данной концерты. Едем мы из Ростова-на-Дону с патриотической акцией «Дороги славы. Наша история», которая началась 3 июля на стеле воинской славы города Ростова-на-Дону, в день освобождения города Минска и День независимости Беларуси. Мы стартовали в Ростове, проехали 6 регионов Ростовской области, 6 регионов Российской Федерации и Витебск, Минск, сегодня мы в Бресте. Мы в дороге приставим третью неделю. Несмотря на пройденные километры по российским и белорусским дорогам, представители известного ростовского коллектива «Успех» полны жизненной энергии и оптимизма, уверены, то, что они делают, нужно людям, особенно молодежи. Акция проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, недопущения фальсификации истории Великой Отечественной войны и укрепления межрегиональных и межгосударственных связей. Ребята побывали в мемориале «Брестская крепость-герой», посетили музеи и цитадели. Впечатления незабываемые. Наш долг – посетить это место. Это крепость, так скажем, начальный отчет. И мы, хоть она и последняя идет в нашем пути, но отсюда идет точка отчета. Это непередаваемое ощущение после посещения самой «Брестской крепости» музея. Очень интересно и дадут в дрожь бросать, гуляя по этим улицам самой крепости. Лично я хочу показать, как я люблю свою родину, что я неравнодушна к событиям, произошедшим в истории нашей страны и странах Советского Союза. Что я, ну в общем, я хочу передать эти эмоции. Я хочу передать будущему поколению, как нужно ценить то, что нам дано было от наших предков и прадедов. Как они такой тяжелой ценой подарили нам будущее. И выразить это все в песнях и танцах. Эмоции через край. Настолько душевно, искренне и как-то по-родному пели ростовчане. Такие знакомые всем нам с детства мотивы. «Через реки, горы и долины, всему сборку огонь и черный дыр. Мы вели машины, обнижая мины, по путям, дорогам, фронтовым». «А тут дорожка фронтовая, мне страшно, нам вонежка рюхая, а помирать, да, радовата, если у нас еще много дела». А потому тем, кто в этот вечер пришел в городской парк, скучать не пришлось. Зажигательная музыка сороковых просто заставляла вместе с ростовчанами петь и даже потанцовывать. Но самое главное, что все выступление было проникнуто такой непередаваемой словами гордостью за наших дедов и прадедов, за солдат Победы, которые погибали, становясь героями, шли в бой с врагом, становясь безымянными, отдавали свои жизни, чтобы родина, великая страна, жила свободно. И никому сегодня не дано права перекраивать историю. Она со своими героями будет всегда жить в памяти людей. И ее не отнять у нас. «Это все мое родное, это где на глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять». Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.